Всем привет! Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Как вам заголовок видео? Понравился ли он вам? И считаете ли вы нужным поговорить на эту тему? Тема интересная. Зачем нужны бабушки и дедушки? Вы знаете, пролистывая интернет, я наткнулась на одну интересную статью, научную какую-то даже, и там как раз обсуждался вопрос, почему же нужны бабушки и дедушки детям? Ну, хочется сказать, что наряду с тем, что бабушки и дедушки оказывают такую материальную помощь, ну бытовая, в бытовом плане, я не знаю, присматривают за детьми, помогают родителям готовить, особенно когда дети маленькие, гуляют с детьми. Ну, то есть, такой, на бытовом уровне. Возможно, какая-то там психологическая пожалеть ребенка, погладить. И там, возможно, что даже финансовая помощь. Есть такие бабушки и дедушки, которые помогают своим внукам, помогают родителям этих внуков, ну, то есть, своим детям помогают финансово. Вот. Но, тем не менее, вот в этой статье говорилось совсем о других вещах. Там речь шла о том, что, какую роль играют бабушки и дедушки именно в воспитании и в становлении ребенка. И вот, там приводится пять научных фактов. Причем, речь не идет совершенно о нянях. То есть, речь не идет о том, что бабушки и дедушки используются в качестве нянь. Нет, совсем о другом. Есть такая поговорка, я вот прямо из статьи вам буду, выдержки какие-то зачитывать. Они интересны, я думаю, вы будете удивлены некоторым вещам. А, возможно, вы об этом знали давно, просто как-то не задумывались. Есть такая поговорка, которая выражает народную мудрость. Она отгласит, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. То есть, речь идет о том, что если рядом с ребенком много взрослых, которые участвуют в его жизни, тем увереннее ребенок растет и развивается. И существует, вот в этой статье говорится о том, что существует пять научных фактов, почему детям нужны бабушки и дедушки. Значит, первое, это у детей всегда будет дополнительная поддержка. То есть, у детей, которые воспитываются рядом с бабушками и дедушками, меньше проблем поведенческого характера. Они как бы лучше справляются, ну, более самостоятельные, что ли, лучше справляются с каким-то жизненным опытом негативным, возможно. Можно, ну, как, например, там, ну, если в школе к ребенку не очень относятся хорошо. Ну, знаете, дети, они же жестокие. Иногда там даже травля бывает на детей. Так вот, статистика говорит о том, что у детей, у которых есть бабушки и дедушки, они легче проходят вот эту травму в школе, травматические последствия. И бабушка и дедушка обеспечивают детям чувство безопасности. То есть, это все происходит на бессознательном уровне. Не то, что они там взяли дубинку и пошли там с обидчиками внуков разбираться. А нет, просто они психологически поддерживают детей. Следующий, второй пункт, это память поколений. Ну, вот, я по себе знаю и по своим там родителям, по своим бабушкам и дедушкам. Нам всегда рассказывали какие-то семейные истории из поколения в поколение, которые передавались. Там, моя бабушка рассказывала мне о своей бабушке, о своей маме, там, также и дедушка. Моя мама рассказывала о своей маме, и мы точно так же рассказываем детям о своих родственниках, о ближайших. И, возможно, вот, знаете, когда я-то маленькая когда была, когда я родилась, я уже в 61 году родилась. Не так давно отгремела война, и были живы еще те люди, которые в ней участвовали. В том числе, там, мои бабушки и дедушки. Я уже говорила, что они не... По папиной линии дедушка воевал, погиб во время войны. А родители мамы, они не были на фронте, ни дедушка, ни бабушка, дедушка по состоянию здоровья. Но они были на оккупированных территориях и находились даже в партизанском отряде, то есть, вот, в партизанском движении. И бабушка мне рассказывала, как это все происходило, что было, где, вот, там, я приезжала в деревню, они мне рассказывали о... Там, вот, проходили мимо, там, что вот здесь было, что вот здесь, там, оставались еще воронки, оставались окопы. И бабушка рассказывала, как это было в Великую Отечественную войну. То есть, понимаете, эти рассказы о том, как тяжело проходила жизнь моей бабушки и дедушки, моих родителей, да, они помогают моим уже внукам, мои рассказы помогают моим внукам прожить свои какие-то трудности. Ну, у нас же все сопоставимо с... Мы всегда все сравниваем. И такие рассказы помогают детям пережить их собственные невзгоды. Третий пункт – это близкая связь бабушки и дедушки учат детей спокойнее относиться к другим пожилым людям. Я помню по себе, когда я была у бабушки, вот, в Ейске, у бабушки моих, моего папы, вот. Вот, там, значит, во дворе жила какая-то женщина, вот, это мои детские воспоминания, там, совсем детские-детские. И она ходила с такой клюкой, и я ее прям боялась, вот, понимаете, прям боялась. Она такая старенькая. И моя бабушка, и я ее боялась, я думала, что она сейчас подойдет, и меня этой клюкой... Ну, это сказки же, там, помните, это карга, там, с клюкой, ну, вот это все. Вот. И мне казалось, что она сейчас подойдет, что она именно вот эта вот злая волшебница, там, колдунья какая-то, она сейчас подойдет, и меня вот этой палкой, значит, этой клюшкой этой кака греет. И я ее очень боялась, вот. А моя бабушка рассказывала мне, что вот эта вот женщина, что она получила травму во время войны, вот все, понимаете, вот поколение из поколения эти рассказы, что она получила травму, поэтому она хромает, и вообще она очень добрая. И был такой, потом, потом, я все равно продолжала ее бояться, но как-то я вышла во двор, и дружный очень дом был, они все сами собирались во дворе, я вышла во двор этого дома, и играть, и мы там с детьми играли, а все эти бабушки, в том числе и вот эта бабушка, сидели там на скамейке, и щелкали семечки, это же есть, Краснодарский край, там уже семечки, это наше все, вот. И они щелкали семечки, и я подошла к своей бабушке, а эта бабушка с клюхой насыпала мне семечек, никогда не забуду, и после этого я перестала ее бояться, вот, что я поняла, что она такая добрый человек. Еще один пункт, это общение детей, общение людей разных поколений защищает от депрессии. То есть, дети, иногда дети, особенно дети тех родителей, которые работают постоянно, от зари до зари, они испытывают необходимость какого-то общения со взрослыми людьми. Ну, и, конечно же, бабушки, бабушки и дедушки в помощь. Вот я тут вам хочу вам зачитать. Исследования, проведенные в Бостонском колледже в 2014 году, выявили связь между общением детей с родными старшего возраста и более низким уровнем депрессии у всех членов семьи. Внуки знакомят старших родственников с гаджетами и современными девайсами, а бабушки и дедушки делятся жизненным опытом и советами. Вот такая вот интересная, прям вот фраза интересная такая. Вот, поэтому как бы идет обмен знаниями между поколениями, не только воспоминаниями и памятью, но и вот уже какими-то практическими навыками. Ну, на бытовом уровне это как выглядит там, допустим, вот у меня было, вот прям такой пример из моей жизни. Детям очень нравится открывать дверь, они у меня всегда просят, ну, сейчас Настя перехватила инициативу, она забирает у меня ключи и открывает дверь. Но она может только вставить ее, а открыть она еще пока у нее не получается, вот. А до этого, значит, то Керем, то Демир, значит, открывали двери, и у них тоже не получалось открывать, и они и так, и сяк, и никак, а там просто, ну, просто надо дверь на себя чуть-чуть прижать. И я им это объяснила, и они теперь этими знаниями делятся с другими, что дверь надо на себя. То есть, понимаете, это мелочь, это очень такая, ну, маленькая-маленькая вещь, вы сейчас скажете, о, Господи, какая ерунда. На самом деле это ерунда для нас, для взрослых, а для детей это опыт сделать что-то так, чтобы это получилось. И, конечно, они теперь уже нажимают, открывают, все в порядке. У Насти пока силенок не хватает, чуть-чуть дверь прижать, там совсем чуть-чуть надо прижать, но она пока, пока у нее сил не хватает. Она пытается, но не получается. И самое главное, что мы получаем от наших внуков, это эти дети помогают нам жить дольше. Это статистика. Вот исследователи выяснили, что уход за внуками продлевает жизнь пожилых детей в среднем на 5 лет. Даже с научной точки зрения, связь поколений явление беспроигрышное. Короче говоря, что я вам так долго все про это рассказываю? Рассказываю я вам это сегодня потому, что сегодня я буду продлевать свою жизнь минимум на 5 лет. Потому что сегодня ко мне приедут мои замечательные внуки. Их родители Ур и Таня уезжают на свадьбу в Анкару. Мне, естественно, оставляют внуков. Конечно же, я рада. Я уже налепила им пельмени, буду кормить пельменями. Сегодня пожарю им курочку с картошкой. Они любят, обожают. Хочу съездить в магазин, куплю какой-нибудь, каких-нибудь овощей. Дмирчик любит салат из помидоров и огурцов. Прям вот любит. Куплю каких-нибудь фрукточков для Насти. Ну, в общем, хочу, прям вот хочу встретить внуков. На самом деле, я их давно не видела. Наверное, уже недели-две. Ну, как видела, так мельком. И вот как-то у нас не получалось поболтать, не получалось пообщаться. Но сегодня мне после школы их привезут. Они ходят в лагерь. В школу. После школы мне их привезут. Настя, наверное, чуть-чуть раньше приедет. И мы будем с ними заниматься, развлекаться субботу и воскресенье. Ну, вот по полных два дня. Ну, не все так радужно, как я говорю. Не все так улыбает. Есть побочное явление в том, что мне приведут внуков. А побочка заключается в том, что вместе с ними приведут еще и Танину собачку, Лаки. Вот. Ничего критичного в этом нет. Сразу говорю. Но она такая шепутная. Она ребенок. Она ребенок такой же, как и мои внуки. Даже еще меньше. Потому что внукам еще что-то можно объяснить и что-то можно сказать. А это... Она еще ничего не понимает. Она такая бегает. Такая вот такая жизнерадостная. Ушами хлопает. Хвостом мачет. Короче говоря, она приедет сюда махать хвостом. Поэтому, поскольку на улицу она еще не выходит. Ее нельзя еще выводить. Еще прививки не все сделаны. Поэтому мне нужно убрать ковры. Во избежание там чего-то. Так-то ей пеленку подстилают. Ну, понимаете, да? Когда один раз попал, другой рядом не получилось. В общем, короче говоря. Сейчас убираю ковры. Пропылесошу помою. Собака должна на чистое все это. Вот. И что? И Таня заедет за мной. Мы съездим в магазин. Я вот все это куплю. Вот. Все, что мне надо. Сейчас убираю. Присошу мою полы. Убираю ковры. В общем, готовлюсь. Готовлюсь к собаке. Она, конечно, такая потешная. Муся с ней никак пока не дружит. Она... Вот когда они у меня тут были. На яхте Таня плавала, да. Вот. Кошка жила у меня на балконе. Она ушла туда, села на стулского. Все, не выйду. Не выйду. Мне здесь хорошо, тепло, светло. Вот. Жосик его на лаке так порыкивал. Вот. Ну, тоже старался держаться подальше. А ей же хочется поиграть, поиграть, поиграть. Поэтому не знаю, как он. Муся украла у меня кисточку, которой я картинки рисую. И играет с ней. Она обожает. Вот. Поэтому что? Сейчас я с вами попрощаюсь. В следующем видео вы увидите мою поездку в магазин, что я купила. И, собственно, будем ожидать этих внуков. Этих. Этих внуков моих. Я соскучилась. Я рада, что они будут у меня. И что мы проведем несколько дней вместе. Пообщаемся. И они будут продлевать мою жизнь. А с вами я увижу в следующем видео. И всем пока-пока. Поехали.